Главное, чтобы костюмчик сидел. Сегодня в Нинецком округе проходит традиционная акция «Свой среди своих», приуроченная к Международному дню коренных народов мира, который празднуется 9 августа. Чтобы стать ее участником, необходимо было примерить на себя наряд своих предков и провести в нем целый день. В этом году к Нинецкому округу присоединились жители Республики Мариэл, Коми, Челябинска и Череповца. О первых эмоциях и традиционных нарядах расскажет Любовь Пермякова. В семье Валей с самого утра хлопотно. Любовь Викторовна наряжает свою дочь Алису в Коми-костюм. Хозяйка швейной мастерской, ее супруг и дочери решили принять участие в акции «Свой среди своих», которую проводит этнокультурный центр. Она призвана показать красоту национального костюма. Для нас это очень интересно носить костюмы предков. При этом я, например, вспоминаю, когда моя прабабушка одевала ежедневно этот костюм. И я сейчас, даже одевая платок, думаю, как же это ежедневно. Ну, конечно, входит в привычку, потому что он все-таки тяжелый для меня. То есть я привыкла к повседневной одежде, да, мы сейчас такую не носим. То есть я думаю, что моей прабабушке было бы неудовно в моей одежде, потому что она привыкла носить именно такую одежду. Супруг Любови Вали Александр по национальности ненец. Сегодня он в стилизованной Малице. Ну, мои бабушки, сестры, братья, все оленеводы. Саша даже довелось пожить в Чуме два месяца, ну, еще в молодости. Я 14-х был, да, я там жил два с половиной месяца, им дал вместе с ними. И как чувствуете себя вот сегодня? Нормально, хорошо, да, люди ходят и удивляются. Пока семья Валия удивляет красивыми костюмами своих клиентов, в центре Наринмара на аллее возле первой школы «Землячество Сопка» водит хороводы в русских и Коми-нарядах. Ой, мела-мела улочку распахивала. Председатель землячества и главный хранитель истории исчезнувшей деревни Вера Семенова По словам женщины, в Сопке еще в 1966 году насчитывалось 31 хозяйство и 119 жителей. В нашей деревне жили русские в основном, но жили Коми, но и жили ненцы еще. Вот мой костюм, мой костюм русский, костюм повседневный. Так ходила моя бабушка. Это вот нарядный русский костюм, а это повседневный русский костюм. Это в том заключается, что платок так носили. Да. Это чурья, не так вот, видите, как носили, а мы вот так вот носили. Ага, девочки, это все в русских нарядах. Да, 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 русский наряд. Конечно, русские Коми и ненецкие женщины любили наряжаться с детства. Впрочем, мужчины тоже были не прочь помодничать. И это доказали сотрудники Центра поддержки молодежных инициатив. Рубаха на выпуск, холщовые штаны и ультрамодные, дорогие для того времени сапоги. Дмитрий Шубин в таком наряде стал бы первым парнем в Коми-деревне. Когда мне дали костюм, ну, я посмотрел, я думаю, это прям мое. Сапоги, штаны, пояс. Сегодня оделся, думаю, наверное, я бы еще походил, не хочется возвращать его обратно. И вот, думаю, вот еще поношу его немножко. Коллега Дмитрия Шубина Николай Шевелев тоже в образе. Коми-наряд вызвал восхищение не только у коллег, но и у родственников мужчины. Дед мой, когда меня увидел в этой рубахе очень долго, смотрел на меня и умилялся. Для меня это именно интересный формат в предстоящей переписи населения. В моей родословной, получается, замешано две крови, две национальности, коми и русский, в данном случае. Сейчас в предстоящей переписи населения возможно указывать национальность. Народный костюм и испытать, так сказать, зов предков. Фото Николая Шевелева на рабочем месте уже пополнила копилку интернета. Ведь главное условие акции – запечатлеть себя в наряде, на улице или в другой обстановке и опубликовать его в социальных сетях с хэштегами «Свой среди своих нау», «Свой среди своих России», «Наринмар», «Ненецкий ау». Сегодня почувствовать зов предков смогли более ста жителей региона. К акции присоединили село Тельвиска, Несь, Красное и другие. Сотрудники этнокультурного центра отметили, что все участники получили отличные фотографии, море эмоций и, конечно, всеобщее внимание. Любовь Перевикова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.